Ребят, мы как два сбежавших арестанта, потому что мы вышли аутсайд, за территорию монастыря, в то время как все пошли медитировать. И мы тоже должны были медитировать, слушать лекции, но как-то нам это скучновато. Мы решили, мы лучше погуляем вокруг. Такая красота, классная деревня, ну и заодно иду поищем. Это наша главная цель в жизни, как можно. Аккуратно сзади мостик. Ну короче здесь в наших белых шмотках, как реально два арестанта такие сбежавшие. Самое кайфовое, что можно ходить по Секун. Бананчики здесь кругом, они просто как сорняк везде растут. Ну, конечно, это не сорняк, их выращивают. Вот фермеры в резиновых сапожках ездят, вот тут утром лежат облака в этом перевале. Таракан плывет, плывет по реке жизни. Сейчас он выплывет. Правда, у этого уже все равно он сдохлый. Ой, Леша так просвечает. О, мой гож, бананушки такие классные, маленькие. А нам большие сегодня давали, но вкусные тоже очень сладкие. Вот эти они кисло-сладкий сорт, маленькие кисло-сладкие. Ребята, мы пришли в настоящую, вообще не туристическую тайскую деревню. посмотрим, что есть. Ну, мы уже видим, что есть, курочки, собачки. Тут какая-то кафешка была. А, просто гараж? Ну да, там баннер просто. Че, чувак, нам проблемы не нужны. Он заинтересовался. От нас пахнет вообще другим, чем-то иным. Слушай, даже в деревне посмотри, как все красиво. Деревянные домики, красивые заборчики. Это мусор, по-видимому, собрали. Посмотрите, какие классные заборчики. Деревянные, с цветочками. И ведь здесь даже туристов не бывает. А они все равно вот так все облагородили. Класс. А вот это что за красота? Смотри. Собакин смотрит на нас. Вообще не может понять, что за хрень появилась в его владениях. Вот у них у всех домики такие. Снизу каменный этаж, а сверху деревянный. Очень классная деревня. Вот, блин, у нас такая красивая, такая уютная. Почему во Вьетнаме не такие деревни? У них там все какое-то каменное и дурацкое. Ага, вот мы тут видим магазин. Тут в основном овощи. В основном капуста. Капуста, тыква и... Ну давай, глянь. Это гуава. Гуава размером с гуавой. Это гуава? Ой, она какая-то огромная. И она... Что-то ей не доверяют. Такой гуава. И это приношение богам, видимо. Так красиво. Тыковка у них вкусная, но ее надо варить. Капуста можно поесть. Ну, капуста нам и на завтраке дают. Бомжи. Купим бомжи здесь разные. Видишь, вон есть всякие. У нас просто в магазине, в Ашраме, только один вид бомжа продается. Я бы еще чили перчик взяла в порошке. Вот именно в порошке. Потому что мне не нравятся эти хлопья твердые. Что, возьмем? А сразу... Сколько, парочку? Вот это наш любимый бомж. Грин карри. Держи. Смотри, у них всякие семена есть. Мы их в Вьетнаме искали, как упоротые. Нигде не могли найти. Реально может маме отправить. Она сажает летом, постоянно все. Весной. Где? Да, продаются орешки по двадцатке. Ну нет, лучше купим у нас они вкусные. Они просто жареные, а эти они уже отсрепшие. Я хотела взять просто, чтобы как приправа, которая, знаешь, порошкообразная была. А у них тут только все этими хлопушками. Ну ладно, хлопушками-то хлопушками. Вот смотри, какие бомжи есть. Но они все какие-то, только вон бомжи. Ну, все тогда, да, здесь. На ценку не стала делать из-за белой рожесть. Продала по цене, как в магазине. Я понесу пока, а потом ты понесешь, когда мы там много наберем. Thank you. Смотри, какие есть печеньки с рисом. Привет. Привет. Нас пахнет чужеродностью. Ой, у него такие глазки голубые. Иди сюда. Ой, такие глазки. Окей, окей. Don't touch. Тут маленькая парикмахерская. Можно тут, видимо, подстричься. Кресло уже просто, не знаю, из каменного века. Посмотрим, что здесь есть. Ну, то же самое все. Бомжики какие-то, снэки местные. Есть печеньки. Печеньки хочешь взять? Крекеры? Вон, крекеры какие-то лежат. Давай кокосовые возьмем. Кокосовые. Есть еще кунжутные. Нет, кокосовая 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 кокосовая. И black. Они без сахара, посмотри. Нет, нет. А есть еще с нори. Пусть кокосовые, чтобы они без сахара были, а то они сладкие будут. Ну, у него кокосовая есть. 16%. 16% и в других сколько? Ну, посмотрим. 15%. А, ну, одинаково. Ну, бери тогда любые. На, избирай тогда из сумки. А вот у них прямо здесь кухня. Или рядом, ну, прямо где магазин. Вот такой чай у них продается здесь везде. Мы его с собой возьмем. Он очень вкусный. Все, спасибо. Крупнющий-крупнющий. Homemade. Да, вообще без пыли. Очень приветливые люди. При этом никто к нам, на нас не глазеет, не лезет. Вот там тупик-то, да? Да, денег не просит. Пока что. Нам много надо. Притом его надо много, чтобы он вкусный был. Ну, крупный. Да, у них такое достаточно нервное. Заваривается долго. Здравствуйте. Идите. Курочка в кустах сидит. Здесь не выгонят сейчас как-то? Они у нас враждебно немножко смотрят. Я почему-то всегда боюсь, что меня кто-то куда-то выгонит. Нормально. Самокрутка у него такая зачетная. Блин, деревня прямо в каких-то офигенных горах. Смотрите, дом прямо позади такая горишка. И все в зелени. Все просто зеленое. Я влюблена. Я влюблена опять. Еще, ребят, в который раз хочу сказать. Вот посмотрите, мы идем босиком по деревне. Вот это прямо не туристическая деревня. Деревня. Мусора нет вообще. Ну, есть буквально пара фантиков. Ну, конечно. А, это вот как сюда приближал за подмогу. Понятно. Буквально. Блинчики жарят. Буквально пара фантиков. Но совершенно чистые. Чистый асфальт. Чистые обочины. Вообще нет мусора. После Индии для меня это просто какой-то даже шок, что ли. Можно идти вообще не опасаясь, что ты на чьи-то плевок на стопишь. Да, малыш? Ой, ты какой-то жилюбный. Ты какой-то хороший. Ой, ты какой. Ай, Наси, Ай, Наси. Привет. Чем пахнет? Маленький. Маленький. Чего, пахнет чем-то, да? Носом тыкается. Вот. И они нигде не плюют. Тайцы не харкают. Это не в их культуре. В Индии плюют везде. Поэтому там я даже представить себе не могла ходить босиком. Это нет. Ребят, посмотрите. Это скорпион, настоящий скорпион. Вот он. Его раздавили. Или что, это носорог какой-то? Я не могу понять. Такие у него огромные рога какие-то. Привет. У него такой ошейник просто из веревки. Ой, коты сразу начинают орать. Дикарь. Чего-то жалуется на жизнь. Она несет целый пакет банановых цветов. Бананов флавер. Они их и жарят. Стирфрай делают. И салатик делают из них. Мы пробовали. Вкусно достаточно. Они сами по себе. Сами по себе эти бананов флаверы. Они достаточно безвкусные. Но они очень хорошо насыщают. Они такие несистые. И клетчатки много. Ну, как овощи они его используют. Папайя. Папайя растет просто тоже как сорняк везде. Вот, посмотрите. Огромные гроздья. И прямо здесь второе вон дерево растет. Вообще папайя салат должен копейки стоить. Кстати, интересно было бы узнать, сколько в местных едальнях. А я думаю, здесь есть хотя бы одна. Дело в том, что цена строится не из папайя, а из морепродуктов. Ну да. Они туда добавляют креветки. А мы тоже без креветок едим. Первый раз я в Азии вижу гранаты. Вот они, ребят, растут. Прям как в Турции, да? Но походу их не едят, потому что он висит, он уже гниет. Видимо, чисто для... Не знаю, хотя так странно. Нет, он растет в чем-то доме за забором. Цветочки. Цветы просто повсюду. Красота. Вот что? Ну что это? Ну почему это так красиво? А это, посмотрите, это баки для мусора. Ребята, ну почему? Ну почему так это стильно? А вон кто-то лопал, кстати, помэло. Значит, помэло продается. Просто это баки для мусора, прикиньте. Ну что за красота? Под деревом манго. Я думаю, что за музыка? А это приехала лавка с товарами. Видите? Это, видимо, какой-то... Ну, вещи продают. Надо глянуть. Ой, Леш, трусы. Ой, надо брать. Сколько стоят трусы? Сумочки какие-то. Да они тебе малы будут, мне кажется. Не, малы, Леш. Не, малы, Леш. Малы. Ну, короче, тут нижнее белье в основном продают. Трусы какие-то. А? Русские, они там живут, наверное, все. Да? Прикол, Леша говорит, они наверху живут. Здравствуйте. Ну, тут всякая мелочь. Ножи, мочалки, эти для ушей, чистилки. Заковочки. Я бы взяла нож, но я боюсь, что меня с вами выгонят из монастыря. Ладно, потом паим. Летрофка, да? Да нет. Летрофка, я не знаю. Олимпийка. Не, не дождевка. А вот это? Смотрите, откуда? Ну, а что, прикольная же. Такой вайб 90-х, ребят. Посмотрите, олимпийка, реально вайб 90-х. Но она промокаемая. Да, да. Летрофка. Прикольная хэбэшка, хэбэшные какие-то рубашки, в которых вот они здесь многие ездят, работают. Смотрел? Ну, я сегодня шопер так себе. Ну, вот девочки говорят, мне лифчик надо поменять. Да зачем? Я их не ношу, только шорты в них делаю. Там все равно. Пусть девочки мне и покупают, раз им это надо. Мне не надо. Мне синтетика какая-то синтетика. Не, не очень. Много синтетических вещей. Мы раньше с Лёшей не понимали, почему азиаты носят так много синтетики. А потом поняли, или кто-то рассказал. В азиатских странах, что Таиланд, Вьетнам, вот где мы были, достаточно влажно в течение года, большую часть месяцев. И очень плохо сохнет надежда натуральная, как хлопок, лён. А синтетика сохнет вообще как бы на ура, быстро. И быстро стирается, и она более долговечная. Поэтому они практически выбирают синтетику. Но носить синтетику, блин, особенно в такую жару, ну, мне тяжело, я не могу. Просто азиаты не так потеют, как мы. Да, мы... Я у меня даже шорт об этом делала, что азиаты не потеют так сильно, не пахнут. И поэтому им нормально в синтетике. А дальше Саня? Да, мы всё равно его сегодня сожрём. Пусть открывает, чем мотаться там с ним. Смотрите, ребят, какой сервис. Мы за 20 бат купили вот этот помело. Ну, это вообще копейки. Килограмм помело стоит чуть больше, чем полдоллара, 60 центов. Ну, это вот местные они здесь растут. Да, и она предложила нам его открыть сразу. У нас нету ножа, поэтому мы, конечно же, согласились. Что-то выбирают, там меняют. Выбрала, видимо, более спелый нам. Спасибо, Кабунга. Спасибо, Кабунга. Такая маковка вообще. Кстати, я бы первый взял желтый жар. А-а-а. А, она будет каждой отдельности защищать. Таким цветочком почистила. От него эфирные масла аж фонтаном вырываются. А, значит, всё смеётся над нами. А мы можем так оставить, да? Окей. That's ok. We can do it. Thank you, ma'am. Давай возьмём покинь, да? Thank you. Thank you, сумочка. Thank you. Thank you. А я в руковку несу. Ну, что за, что за доброта и красота. Я сейчас заплачу. Очень вкусно. Из него эфирные масла из кожурки. Прям фонтаном били. Пахнет цитрусово-цветочным. Да, медовым даже таким. Мне кажется, он будет мега вкусным. Мы просто как два хомяка затарились едой и идём в фах. Где, типа, надо, ну, аскезу держать. Вот такие вот мы, блин, аскеты. Вот так. Эти помэла продаются здесь. Они гроздьями висят. Посмотрите, вот они. Так много. Во Вьетнаме, кстати, помэла гораздо дороже. Он там очень дорогой. А там другой сорта, наверное. Ну, да, там сорта разные, но всё равно он дороже, чем здесь. Здесь просто копейки. Вот, представляете, килограммовый стоит 60 центов. И он сочный-сочный. Розовый. Хоть ты говорил, чтобы быть белым. Хоть и говорил. А не треснет губа? Нет, так не получится, да. Очень сочный. Не сильно морковарожный вкус. Очень нямба. Да, он не сильно сладкий. Но очень сочный. Такой, как будто пьёшь его. Вкусно. Так выглядит наша казарма снаружи. Ну, просто пряничный домик какой-то. Под горой. Там домики для индивидуалистов, но они все заняты. А здесь ещё прутик. Его не видно. Тоже и на картонах делаем вьетнамскую визу. Блин, это такой кайф. Жить в Таиланде, делать визу во Вьетнам. Не, ну мы просто суперлаки.